МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала CBC продолжает передачу «Экономика дня». Веду ее я, Хайл Мамедва. Передача записывается на территории отеля Хилтон-Баку. Мы продолжаем цикл интервью с предпринимателями о том, как они с наименьшими, скажем так, потерями пытаются выбраться из этой ситуации, которая сложилась в результате пандемии коронавируса. Наш гость – это Кямран Размавар. Он, скажем так, помимо того, что ведущий шоумен-блогер, но в то же самое время предприниматель, который занимается тем, что организует различные мероприятия, и как раз его сфера бизнеса оказалась сегодня, скажем так, в числе тех сфер бизнеса, которая наиболее сильно пострадала в результате вот этого глобального вызова в лице коронавируса. Поэтому мы вас и пригласили. Здравствуйте еще раз, Кямран. Еще раз большое вам спасибо за то, что уделили нам время. Так расскажите с самого начала, вот что сейчас происходит, скажем так, со сферой вашего бизнеса, и как вы, скажем так, держитесь на плаву при нулевой практически рентабельности? Хочу сказать, в принципе, и не открыть Америку, что сегодня практически все в Азербайджане, все, что касается шоу-бизнеса, держится на ивентах, на ресторанах, и не только в этой стране, наверное, и практически во всем СНГ. Главное, это не концертные площадки, не выпуски дисков, альбомов, как это 20-30 лет назад. Сегодня даже самые большие звезды зарабатывают на мероприятиях, делают какие-то ивенты, партии, свадьбы, участвуют на днях рождениях. И все это вдруг за раз прекратилось. А шоу-бизнес делится вообще на несколько уровней, я считаю. На суперзвезд, это некто совершенно недосягаем, которые из 100 коронавирусов переживут. Второй, не скажу слой, вторая линия, это люди известные, зарабатывающие, популярные, но это уже не мегастарс. И третий уровень, это простые ребята, клавишники, музыканты, саксофонисты, певцы, которые подрабатывают на разовых заказах, просто музыканты, это аниматоры, очень много ребят работают в анимации. Это люди, которые зарабатывают, можно сказать, каждый день по чуть-чуть, и благодаря этому чуть-чуть живут. Они могут отложить кучу денег, они не могут заработать, я не знаю, миллионы. Поэтому этим ребятам сегодня сложнее всего, тем, кто зарабатывает по чуть-чуть каждый день. Они фактически не состоят ни в каких штатах, они не работают официально ни в каких театрах. Но есть ребята, которые фактически не зарабатывали много и сегодня остались один на один с проблемой. Вот каждый день они шли в ресторан, я иду в ресторан, играю на дне рождения. На совет зарабатываю, по чуть-чуть не это хватает на продукты, мне хватает на коммуналку, сегодня этого нет. Полтора месяца люди просто на режиме стоп. Вот нету, что делать. Дома дети, жена, все просят принеси, накорми, сделай. Вот им очень сложно. Вы себя к какой категории бы отнесли, и как вам удалось встретить этот глобальный вызов? То есть вы были во всеоружии, у вас есть эта подушка безопасности, о которой вы говорите? Вы знаете, дело в том, что я, несмотря на то, что являюсь организатором мероприятий много лет, я не являюсь президентом компании. У меня нет штата, да, я преподавал, создал продакшн, ребята работают. Но я дал всем индивидуальность, и в этом, наверное, я каким-то образом заранее победил коронавирус. Я всем ребятам дал индивидуальность, и они стали зарабатывать сами. И со мной, и без меня. И поэтому каждый остался с той суммой, а я всегда им говорил, всем, кто со мной работает, не тратьте больше, чем вы зарабатываете. Не нужны эти бесконечные кредиты, не нужны эти понты. Если ты зарабатываешь, я не знаю, сто рублей, не нужно ездить на машине за тысячу, ты никого не удивишь, всегда проедет машина за миллион. Будьте скромнее, имейте что-то за спиной, там, не знаю, под диванчиком, под подушечкой. И они, мои ребята, так и жили. И сегодня, да, им сложно, работы нет, но они выживают. Но есть люди, которым катастрофически плохо. Набрали кредитов, думали, что все будет хорошо, всю жизнь, и всю жизнь будет капать. Я всегда говорил, если капает, рано или поздно прекратится. Это должен быть большой шланг, чтобы он тебя поливал, и рано или поздно ее вам прекратить лить такой струей. Нужно ко всему будет. У меня подушка безопасности, это мои блоги, это то, что я всегда работаю. Я работаю, когда выходной, я работаю, когда не веду ни свадьбу, ни банкет. Я работаю всегда. У меня интернет, он меня спасает. То есть у вас есть, я так понимаю, что квалификация, ну, учитывая ваши возможности, ваше образование, которое вы получали, и работали еще, да, вы актер русской, драматической. Я был пять лет актером русского драмтеатра, два года в театре юного зрителя работал актером. Но я вам скажу, главное – это уметь адаптироваться в любой среде. Может все, что угодно произойти, может в один день прекратиться праздник. Я всегда говорил, люди, которые работают на праздниках, должны быть готовы к тому, что праздник закончится. Все, вот я об этом всегда говорил ребятам, и я думаю, что многие меня слышали и слушали. И чуть-чуть нужно всегда откладывать. Ну, вот случилось, теперь это во всем мире. Нужно уметь сократить свои расходы. Вы знаете, раньше я, если тратил, например, в день, скажем так, 50 рублей, сегодня я трачу 5. Просто я полностью спустился с небес. Сказал себе, да, мы не тратим деньги в кафе, ресторанах, но все равно люди, многие привыкли жить на широкую ногу. Вы сказали, какой вы категории себя относите? Я, наверное, со всего по чуть-чуть. Чуть-чуть оттуда звездочек набрал, чуть-чуть вот здесь на середничке, и с удовольствием я внизу с моими любимыми простыми ребятами, которые вряд ли когда-нибудь туда заберутся. Да, я иногда беру их за ручку, мы гуляем туда-сюда. Вот, Кемран, есть такой момент, что... Почему ваш бизнес считается наиболее, скажем так, уязвленной группой из одной из таких, да, отраслей? Потому что, вот как вы сказали, праздник закончился. Да. То есть сейчас такой период, что после этого глобального вызова, постпандемический период, уже есть экспертные прогнозы, мнения по поводу того, что еще не скоро люди начнут тратить средства... Однозначно и будут тратить меньше. Да, потому что перейдут на экономный режим, и, соответственно, каких-то мероприятий, корпоративов и других вытекающих из этого празднеств практически до конца года, ну, может вообще не предвидится. Как в этой ситуации быть людям? Не все могут так же, как вы, переквалифицироваться. Не у всех есть такие таланты, как у вас. И вы знаете, наверное, это все же не талант, а какая-то моя внутренняя сила всегда чем-то заниматься параллельно. И я всегда был немножко бизнесменом, да. Я относился к творчеству творчески, но я всегда был творцом процентов на 20, но на 80 я всегда был бизнесменом. И я всегда говорил своим коллегам, ребята, когда закончится праздник, будьте к тому готовы, что юбобу больше не будут, и вам не будут платить этих денег. И сегодня у нас чаты, мы переписываемся, и, ребята, люди уже не будут столько платить. Но у меня очень много коллег, которые работали не за колоссальные громадные суммы, они работали по чуть-чуть, и это чуть-чуть к ним вернется. Это анимация, я вот один из тех, кто ее создал в Азербайджане, да, русскоязычную. Это ребята, которые будут нужны, начнутся дни рождения. Вот представьте, полтора месяца все сидят дома. Окей, закончилось. У ребенка был день рождения две недели назад. Он дружит, общается. Он захочет праздновать день рождения. Не так помпезно, как раньше, я не знаю, фантастическое количество денег на декор, на съемку. Нет, прачи, но он захочет праздник. У кого-то юбилей, у кого-то, я не знаю, нишан, да, обручение. У меня было столько мероприятий, просто отменились все свадьбы и обручения. Но люди же должны жениться. Просто они не захотят уже столько тратить. И вот эта моя категория суммы, которую я всегда называл и советовал коллегам, как раз попадает под этот уровень недорого. Поэтому, когда закончится этот кошмар, я думаю, что мы все-таки адаптируемся. Хочется верить. Хочется верить, конечно. Я поддержу вас в вашем позитивном настрое. Но выходит из вашего ответа, что готовиться представителям вашей сферы к банкротству не стоит. А многие из них просто больше ничего другого делать не могут. Они не смогут пойти в плотники, они не будут работать с жестянчиками. Они смогут создать себе CV, его уже нет. Куда он пойдет? Если человек всю жизнь в ресторанах, ну, 30 лет работал клавишником, или пел, или подпевал, ну, что человек будет делать? Если она певица, ну, окей, недорого работала, перепевала чужие песни, так и не сделала хиты и имя, ну, не сложилось. Или он всю жизнь играет на саксофоне, там подыгрывает, здесь подыгрывает. И что он будет делать? Кем он пойдет работать? Он пойдет в офис, у него душа сломается. Нельзя творца ломать. Это его просто мир, понимаете? У кого-то масштабные крылья, у кого-то маленькие крылочки. Он хочет так же летать, он спустит свою планку. Есть у него, конечно, понты, или она скажет, нет, я мегазвезда. Окей, она будет сидеть дома и будет есть гречку. Если человек опустит планку, нужно уметь ее опустить. Станет проще, станет правильно вести политику на Инстаграме и на всех других своих порталах. Нужно уметь правильно себя преподносить. Нужно быть как все. Если всем плохо, то и тебе должно быть плохо. Знаете, некоторые мегазвезды в майках от Гуччи сидят и делают вид, что им плохо, и они так скучают и кушают черную икру. Это очень глупо. Нужно быть проще, и когда закончится этот кошмар, люди вернутся к праздникам. Чем больше длится траур, тем больше хочется праздника. И вот что там начнется, это, наверное, только наверху знают. Но я знаю, что будет праздник. Не таким крутым, но будет. И постараемся жить. Да, небольшая ремарка. Все же на гречку тоже необходимо заработать. Кемран, а вы сами обращались за поддержкой? Помимо вот этих 313 монат, которые вы получили от налоговой службы, у вас есть необходимость вам обратиться? Есть специальный такой социальный и экономический пакет поддержки граждан и бизнеса? Да, 190 монат, по-моему, в месяц. 190 монат, они дают это как социальный пакет наиболее уязвленным слоям населения. Это если ты не налогоплательщик. Если ты не налогоплательщик, это да. И, в частности, увеличили количество людей до 600 тысяч человек. Это было сделано недавно. И, соответственно, чтобы они продержались. Апрель-май. Но я не говорю сейчас о социальном пакете. Я сейчас говорю об экономическом пакете. О тех мерах поддержки, которые были приняты со стороны Министерства экономики. В частности, что касается банковского сектора, что касается налоговых органов. Это и налоговые льготы, и налоговые каникулы. Ну, а банки на то, чтобы как-то помогли бизнесу справиться с теми кредитами, которые были получены еще до пандемии. Честно говоря, я вижу эти очереди перед банками. Я вижу, что происходит. Люди понабрали кредитов. Не знаю, нянька у моих детей у меня спросила. Камран, я хочу взять 10 тысяч кредит. Я говорю, до коронавируса. Я говорю, как ты будешь всю жизнь работать на кредит? Нельзя брать кредиты на такие колоссальные суммы. Я понимаю, что кто-то хочет построить дом. Кто-то хочет, я не знаю, купить землю, машину. Но нельзя влезать в то, что ты просто не потянешь. Эти бесконечные 90-летние ипотеки в месяц, когда нужно платить большую часть своей месячной зарплаты. Можно взять ипотеку, когда ты платишь в месяц, не знаю, процентов 20. Не замечаешь. Но есть люди, которые зарабатывая, скажем так, тысячу, берут кредиты и ипотеки на 800, на 900. Ну как? Ну ты упадешь, ногу сломаешь. Не коронавирус. Ну вот произойдет так, что работа закончится. Свет отключили. Вдруг? Да ты как? У тебя коммунальный, у тебя семья. Дети растут. Каждый день жена со списком супермаркет. Как ты это сделаешь? Понимаете? Государство, я вижу, помогает. Они стараются. Вообще очень умно то, что сегодня практически ничего нельзя продать и купить. Потому что если бы был кризис, такой, какой есть, правильно, связанный с коронавирусом, он и есть. Правильно? Если бы работали бы при этом все нотариусы, работали бы все эти структуры, когда можно продать, люди бы побежали продавать машины, я не знаю, квартиры бы, начался бы хаос. А так всех до дома закрыли и сказали, ребята, сидите, переждите, все будет хорошо. Вот вам небольшая помощь, вот вам поддержка, вот тратьте то, что отложили и все, выживайте. Это во всем мире происходит. Я общаюсь со всем миром. У меня подписчики абсолютно со всего мира. Те кошмары, которые творятся там, во всех странах, не буду конкретно называть, но мне пишут. Камран, нам там дают, я не знаю, 200 долларов. Такие страны, в месяц мы не знаем, как жить. У нас расходы по сравнению с их расходами, это ничто. Мы можем пойти в маркет на 20 долларов, да, скажем так, конвертируя, да, наш монет и купить продуктов на 5 дней. Если, конечно, дома не 18 человек. Они на 20 долларов даже порог маркета не перейдут, понимаете. В том, заходишь в маркет, уже у тебя нет 300 долларов. И этим людям гораздо сложнее, я замечаю. Ну, я не буду говорить только хорошее, скажу, что это все-таки большое испытание для всех нас. И нам нужно выжить. Хорошо, если говорить об испытании. Но это еще период того, чтобы посмотреть на все, то есть заново, другим взглядом. Учитывая, что с таким глобальным вызовом, уже признали это все, мир еще никогда не сталкивался. Потому что как бы все вместе сложилось, да, то есть и цены на нефть, и то, что происходит на рынках валютных, и то, что сейчас вот психологический фактор, это в лице пандемии коронавируса. Закрытие границы и все, что за всем этим следует. То есть, если посмотреть с этой точки зрения, да, вот что бы вы хотели, чтобы поменялось, что бы стало, возможно, лучше? Я имею в виду в сфере того же налогового регулирования, в сфере того же банковского сектора, ну, вообще ведения бизнеса в Азербайджане. Я бы хотел бы, чтобы люди, многие, спустились с небес и осознали, что они зарабатывают не такие большие деньги, чтобы желать жить так роскошно. Вся, очень часто наша проблема заключается в том, что мы хотим жить лучше, чем мы можем себе позволить. Вот в этом наша проблема. Нужно жить так, как ты можешь себе позволить. Понимаешь, когда ты живешь не так, как тебе хочется, да, тебя это угнетает, обижает, ты видишь окружающих, ты видишь, что у тебя друзья, знакомые, кто-то там в социальных сетях живет богато, купил квартиру, дачу, машину, я все понимаю. Но в любом случае нужно спуститься с небес. И сегодня спуститься с небес не только те, у кого нет заработка, но и те, кто зарабатывали. По богатым очень сильно ударит этот кризис. И кризис, и коронавирус, да и вся, отходить земля будет очень долго. Что творится с туристическим сектором, это вообще ад. У меня трое детей. Завтра, если у меня не будет моих блогов, моих каких-то прибыли, моих каких-то отложенных денег, я пойду, не знаю, разгружать грузовики, все, что угодно. Лишь бы я как-то мог нести ответственность и дальше за то, что взял на себя когда-то с удовольствием. То есть сейчас можно с уверенностью говорить, что вы живете посредством? Я посчитал, я могу сегодня спокойно выжить на 5 монат в день. Я один, у меня дети от первого брака, я все для них стараюсь делать, но если чисто обо мне, 5 монат в день не хватает. Моя гречка, мои коммунальные, моя вода без газа. И чуть-чуть можно куриные грудинки взять, и все, не буду поправляться, не хочу стать круглым после коронавируса. Но как долго вы можете продержаться на гречке? Я гречку, я вот вчера сварил себе, вы не поверите, я сварил себе 4 порции перловки. Я купил курочку, сварил 2 курицы и перловку, я все это запаковал, я это буду есть 4 дня. Даже весело, вы знаете. Вы перешли на экономный режим. Я знаю, что у меня коммунальные услуги стоят столько-то, я знаю, что мне нужно столько-то, и жду, чтобы цены на бензин опустили, вот что будет приятно, а вдруг это случится. Ну, а цены на бензин опустили, а для чего этого? Ну, я езжу на машине все-таки, я должен иногда время с детьми проводить, им что-то привезти, понимаете, передать. И, в принципе, на мой бензин и так спустили цену. Ну, я в том плане, что сейчас строгий карантинный режим до 4 мая. Да, но я успеваю все-таки. Ну, вот я дважды был на поминках, скажем так, да, действительно, вот люди умирают. И хоть нельзя большие скопления людей собирать, но все равно ты как-то должен пойти, просто опустить голову, потому что одно дело там какой-то знакомый или коллега скончался. Если это твой близкий человек, то ты в этой пятерке и в десятке людей родных. То есть мне хватает этих двух часов или пойти свои банковские вопросы решить, потому что все продолжается. Я успеваю и в банк за два часа, и в супермаркет. Мне хватает. Кемран, в завершение тогда вот такой вопрос. Ну, даже не вопрос, а больше просьба. Учитывая, что вы говорите, вы больше как бы человек, который может, ну, скажем так, дать совет, полезный совет. И в той или иной ситуации, как поступить человеку, вот который, скажем так, находится в сфере вашего бизнеса. Вот начиная от самого простого, то есть вот вы говорите, там, клавишник, сексофонист, ну, скажем так, диджей или еще кто-то, да? То есть люди, у которых нет второго заработка, люди, которые не знают, как переквалифицироваться в такой сложный период, люди, которые не ожидали, ну, вообще никак. То есть они не готовы были ни к чему. Вот что им сейчас необходимо сделать? Но сделать так, чтобы они все же избавились вот от состояния паники. Во-первых, я им дам сразу три совета, спасибо большое за потрясающий вопрос, вы очень хороший интервьюер, честно, мне нравится. Я вам скажу, дорогие друзья, если вы перестали зарабатывать деньги, начните зарабатывать имя. Нельзя унывать, никаких негативных поступков во всех соцсетях, нельзя покрываться кислотой, все плохо, мы пропадаем. Все ваше плохо, пусть останется за кадром, покажите что-то новое, запишите песню. Вот начался коронавирус, я собрал ребят, саксофониста, Тимусу Леймамбили, ребят, мы записали песню «Коронавирус, уходи», сделали клип, ролик, сняли, получилось очень весело, уже миллион людей его посмотрело, больше миллиона просмотров. Вдруг я открыл себя, не знаю, певцом, почему, я вообще петь не умею особо. Написал слова, ребят, сделали музыку, мы собрали. Сделайте что-то, напишите трек, создайте какой-то интересный коллаж, сделайте что-то, чтобы ваша популяризация шла еще больше. У вас есть поклонники, кто-то вас приглашает, 10 человек, 100 человек, 1000, один поклонник иногда может тебе подарить целый день жизни без проблем. Делайте имя, закончится коронавирус, я всем говорю, ребят, когда закончится кошмар, да, будет кризис, будет не так, но лучших начнут звать на мероприятия. Но начнут звать тех, кто был позитивен, кто все время светился в соцсетях, кто сидел в кислоте и жаловался на жизнь, все плохо, я бросаю, я иду, я не знаю, варить трубы, их не позовут. А те, кто покажет счастье, их позовут. Будьте на позитиве, да, плохо, но плохо всем. От верха до низа нам всем плохо. Просто поймите, что этот кошмар закончится, и выживут только сильнейшие. Ну а сколько месяцев вы продержитесь? Если сказать честно, я бы еще потянул бы месяца два-три. Ну, надеюсь, что у вас все получится, и все это завершится очень скоро. Хочу, чтобы у всех получилось, хочу, чтобы все вышли из этого состояния и вернулись к своей работе, к своей прежней жизни. В любом случае, это большой урок всем нам. Этот коронавирус, это вот состояние стоп, для всех нас урок. Спуститься с небес, выключить свои амбиции и начать просто работать с удовольствием, не ожидая чуда. Лучший год нашей жизни был 2019, это надо принять. А дальше посмотрим, справимся. Спасибо. Вам большое спасибо и удачи вам в делах, в бизнесе, в жизни. И, конечно, крепкого здоровья вам и нашим телезрителям. А я напомню им, что в эфире телеканала CBC они смотрели передачу «Экономика дня». Вела ее я, Хайла Мамедова. Передача записывается на территории отеля «Хилтон-Баку». В этом выпуске мы продолжали говорить о том, как же бизнес все же старается выйти из этого глобального вызова в лице коронавируса. Наш приглашенный гость – это Кямран Размавар. Он шоумен, ведущий, блогер, но в то же самое время человек-предприниматель. У него есть бизнес, который как раз занимался тем, что организовывал различные мероприятия. Еще раз вам удачи, еще раз нашим телезрителям крепкого здоровья. Соблюдайте все, скажем так, условия карантина строгого, который на территории Азербайджана будет продолжаться до 4 мая. Берегите себя и своих близких при первых симптомах. Не забывайте звонить на телефон на горячей линии. Это 103-15-42. Еще раз будьте здоровы и оставайтесь с телеканалом CBC. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok